Я сегодня познакомился с одним интересным молодым человеком. Ему примерно 20 лет. Очень понравилось такое независимое мышление. Молодой, интересный, симпатичный. И вот он мне сказал такую мысль, которая мне прям вот просто понравилась. Он говорит, и вот он сейчас вынужден работать, а до этого у него было какое-то образование, он там занимался, потом попал в Яшиву. И он так честно говорит, моя цель учебы в Яшиве была не учить геморрозу. В смысле, не так, он не ставил перед собой цель учить геморрозу. Просто хотел стать лучше, совершенствовать себя. И не понимал, зачем в Яшиве учат геморрозу, зачем ты этим все время занимаешься. Он говорит, я этот вопрос все время как бы задавал своим соседям по лавочке в Яшиве. И все время как бы это зажигало народ. Почему? И каждый давал свои ответы. Были какие-то ответы, которые меня удовлетворяли, какие-то меня не удовлетворяли. Я потом заново задавался этот вопрос. Оно мне нужно изучение геморроза, не нужно изучение геморроза. Он говорит, сейчас я бросил, ушел, занимаюсь чем-то другим. Я, говорит, учился неусердно, то есть я много спал, много пропускал. Он говорит, я получил что-то, что я готов проспать, говорит, еще столько же, сколько я проспал, ради того, чтобы получить это еще раз. То есть он говорит так, я не понимал, зачем я там нахожусь. После того, когда я там побыл, я понял, что это мне дало такой скачок вперед, это меня сделал совсем другим человеком, я готов туда еще раз вернуться, для того, чтобы это еще раз получить, вот какую-то такую иррациональную штуку, которая называется нахождение в Ишиве. Он на самом деле смог сформулировать мысль, очень искренне, очень цельно, очень интересно, которая, в принципе, задается очень часто людьми вне Ишива. А зачем нужна Ишива? Что такое Ишива? В Ишиве только учат Тору. Но если не все одинаково способны, и зачем нужно столько учеников Ишива? Может быть, нужно выбрать какое-то ядро самых талантливых и только им дать возможность учиться? Вот он дал ответ, что человек, даже если он не очень талантливый, не очень усердный, у него не очень много времени вкладывается в Ишиву, он получает в Ишиве какую-то вещь, которая называется, не знаю как, иррациональной. Это близость к Всевышнему на самом деле. Человек становится другим совершенным человеком, когда он находится в Ишиве. Мы стоим здесь рядом со стендом, который символизирует Ишива Толдот Иширу. Знаете, Равшлом Залман Ойрбах говорил такую вещь, да, что Бахурим в Ишиве, они слушают уроки, они там учат Тору, они слушают какие-то лекции. Но иногда, может быть, они там неусердно, не слушают, невнимательно слушают уроки. Он говорит, говорил Равшлом Залман так, знаете, так или иначе, все равно растет поколение мудрецов Торы. То есть Ишива это как бы то место, которое в принципе самой своей атмосферой, самим собой, вот все, что там происходит, выращивает человека, что он становится человеком Торы. И вот это вот ее основная задача. Усердно он учится, неусердно, это все, действительно, будут у него разные уровни, разные знания, да. Но вот это вот отношение человека, который уже становится человеком Торы, это то, что Ишива дает. Вот этот парень очень четко это подметил, четко. Я, говорит, готов туда еще раз вернуться, туда проспать, но получить то, что я там получил за тот год, который я был в Ишиве. Большое спасибо. Продолжение следует...